Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами виноградарство понятно и доступно. Только недавно мы открывали наш виноградник после зимы, а тут уже июнь. И сегодня мы разговариваем о плане работ на винограднике в июне. Месяц будет активным, работ будет много, и, конечно, часть из них мы еще будем впускать отдельные ролики, как напоминание. Конечно же, весь июнь нас ожидают зеленые операции. Это будет нормировка, проломка зеленых побегов. Пойдут уже пасынки, будет работа с пасынками. И везде могут быть свои нюансы, ввиду того, что у многих виноград в этом году подморозило. Соответственно, мы будем работать, исходя из состояния наших лоз. Следующее – это обработки начнутся. В принципе, уже сейчас, в конце мая, я говорила о том, что можно обработать медсодержащими препаратами, как профилактика от антракноза и как профилактика от мельдиума. Следующая обработка у нас может быть перед цветением препаратами против аидиума, либо после цветения уже мы работаем и по мельдиуму, и по аидиуму. Есть отдельный ролик по обработкам, по схеме. Я вам ссылку под этим видео оставлю. Ну, кроме того, когда мы уже будем приступать к обработкам, мы тоже еще раз будем об этом напоминать. Возможно, нас ждут поливы, потому что стоит сухая погода, и, наверное, уже недели три у нас дождя не было вообще, и земля довольно сухая. Еще вот на этом участке, на котором я нахожусь, здесь почва суглинок, поэтому земля более-менее влажная. На втором участке у нас песочек, и там земля вообще сухая. То есть поливы у нас, скажем так, обязательно, особенно перед цветением. Особенно для тех сортов, которые могут плоховато опыляться, плоховато завязывать ягоды. Например, красотка, вот такой сорт, очень любит воду перед цветением, и ее надо дать много. То есть, опять же, смотрим по ситуации, если есть необходимость, если сухо, будем поливать. Сколько, регулярность, все зависит от вашего участка, от ваших погодных условий. Тут никак невозможно вывести какую-то единую формулу. Дальше, подкормки. Сейчас у нас активно идет рост лозы, идет вегетация, соответственно, будем виноград кормить. Но кормить будем не все. Напоминаю, часть побегов у нас смерзла, и некоторые кусты могут жировать. В таком случае мы их не кормим. По крайней мере, не кормим азотом. Их можно кормить калийными одобрениями, но только не азотными. Другие кусты, например, которые мы видим, что не хватает питания. Даже сразу показываю пример. Кустик растет не очень активно, пока тут не особо даже нормировали. Вот смотрите, индикатор. Единственное, слаборослая сорта. У них почти что всегда коронка выпрямлена. Вот здесь, вот она чуть-чуть только стала закручиваться, полили. А без полива она тут совсем была ровненькая. И листик, обратите внимание, бледненький совсем. Не такой он должен быть. Вот этот кустик нам говорит о том, что ему хочется кушать. А вот такие кусты мы, конечно же, кормим. А чем кормить? Мы кормим органикой. И в этом году немножко меняем систему внесения этих самых органических удобрений. Тоже будет отдельный ролик. Перечислила весь список активностей. Но есть еще одна, которую я хотела бы добавить. Которая является нестандартной, в принципе, для этого сезона. В ролике, где я рассказывала, что нам делать после заморозков, я вам говорила о том, что введите записи. В любом виде, в котором вам удобно. В бумажном, в электронном, как угодно. Сейчас, в этом сезоне, у нас есть потрясающая возможность посмотреть на какие-то особенности сортов. Как они себя ведут. То есть мы можем заметить, где у нас идут грозди на замещающих почках. Мы можем обратить внимание, кто у нас больше склонен к жированию, кто меньше. Мы можем обратить внимание, опять же, где закладывается урожай. На первых почках, либо не на первых. На волчковых почках. Для тех, кто не знает, волчковые почки – это те, которые идут из старой древесины. Тоже можно на это обратить внимание. Потом нам будет легче работать с этими сортами в будущем. Нам будет легче решать вопросы, как что обрезать. Поэтому введите для себя такие записи. Поверьте, что осенью, либо в следующем сезоне, как найдете. Ну и, конечно, в июне, по тем видам работ, на которых есть смысл остановиться, есть смысл обсудить их подробнее. Будут какие-то нюансы, опять же, с учетом этого сезона. Буду ролики снимать, буду выкладывать. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!